О том, что такое суеверие в наши дни, о нашей зависимости от суеверий, мы говорим с писателем и психотерапевтом Натальей Толстой. Добрый день, Наталья. Во-первых, со всеми прошедшими и предстоящими праздниками. Действительно, сегодня отношение к гаданиям и к суевериям, оно, наверное, очень разное. Кто-то это категорически не принимает, кто-то относится к этому полушутя, кто-то серьезно этим увлекается и в это верит. Как вы к этому относитесь? Лично я не гадаю себе. Давным-давно, хотя мама мне рассказывала о том, что она когда-то в святке увидела моего отца, как он поднимается вверх по лестнице, в сером пальто и в брюках. Они учились на разных курсах в мединституте. Когда она его увидела, на какой-то вечеринке она к нему подошла и сказала, я вас знаю, я вас видела во сне. Они расстались на год, потом он ее нашел на поле, подошел и сказал, я тоже тебя знаю. Не знаю откуда. И вот прожили люди всю свою жизнь вместе. Кстати, современники Александра Сергеевича утверждают, что он тоже был чрезвычайно суеверен. То есть для него приметы, какие-то такие маленькие события играли очень серьезную роль. Да, он мог отменять какие-то дела, если черная кошка или что-то такое. И тем не менее... Мне как специалисту приходится сталкиваться очень часто именно с таким определенным отношением людей к каким-то, во-первых, приметам. Причем в 21 веке очень многие мужчины не выйдут из арки, пока женщина не пройдет, потому что перед этим кто-то прошел с пустым ведром. Я несколько раз наблюдала такую картину. А как с психотерапевтической точки зрения, как это объясняется? Это навязчивые движения до автоматизма у человека, приходящего из детства. То есть мы пытаемся превратиться от плохого. То есть крутим пуговицу, когда перебежала черная кошка, или стоим, пока кто-нибудь другой не пройдет после этой злополучной женщины с пустым ведром. Ведь то же самое делал наш храм, который учил каждый раз накладывать крестное знамение. Это тоже навязчивое движение, которое делалось автоматически, но у человека с этим было связано что-то. Вот как, допустим, девушка, которая хочет забеременеть, да, она подходит. Кстати, вот именно в эти две недели, с 7 по 19, именно в это время очень хорошо было найти беременную любую на улице. И если вот она что-то ест, подойти к ней, просто выхватить у нее пирожок или кусок яблока и откусить. Была такая примета о том, что ты заберемеешь. Если женщина приходит в женскую консультацию к кушеру-гинекологу и говорит, доктор, вы знаете, я не могу никак, никак не могу забеременеть. А вот доктор так смотрит на нее и говорит, иди, Машенька, через 9 месяцев будем рожать сына. И вот у меня мама к кушеру-гинекологу, она говорит, у меня даже не 30 и даже не 300 таких случаев. То есть если есть доверие, да, если есть вот какой-то определенный посыл у человека, вот очень часто у человека на бессознательном уровне срабатывает вот такая установка. И установка, она разная бывает. То есть просто вот эти вот внешние какие-то атрибуты, они помогают реализации внутреннего сильного человеческого посыла. Какого-то посыла. Или это посыл страха, да, и тогда человек от него ограждается пуговицей или остановкой. Или там зайти в другой магазин. Вот человек идет, и вдруг что-то его насторожило. Есть же такое поверье о том, что если ты хочешь изменить направление ветра за секунду, пойди в другую сторону. То есть если ты идешь, что-то тебя насторожило, зайди в магазин и выйди через минуту. Все поменяется. Пройдут люди, пройдут. Есть мера и есть суеверие, да. И иногда вот эта, так скажем, вера в приметы, она доводит человека просто до состояния стресса и безумия. Безусловно. То есть это перестает уже в некую фобию. Вот есть ли что-то в нас самих, что провоцирует наше чрезмерное увлечение различными приметами, различными предсказаниями, гаданиями? А злоупотребление всем чем угодно, алкоголем, наркотиками, игрой, да, так точно привязка бывает и к гаданию на картах. У меня бывают такие случаи, когда соскочить с этого человека не может. То есть он не знает, как завтра жить. Гороскопы, включая человека с 6 утра для того, чтобы знать, как ему жить, или до 6 утра сидит в интернете и разыскивает все гороскопы, которые на сегодняшний день. Ну почему? Вот один человек в это кидается и погружается с головой, другой относится к этому всю жизнь шутя, может прочесть этот гороскоп, может спокойно отказаться от этой информации. Типа нервной системы, ведь мы бываем ваготоники, симпатикотоники, мы бываем совы, мы бываем жаворонки, да, и так точно человек, который внушаемый, и тот, который внушает, как говорят, ведомый и ведущий. Это действительно абсолютно разный тип психики человека. Но ведь вот такое слепое доверие примета может завести в очень, так скажем, негативную сторону, да? У меня был случай такой, женщина привела мужчину на прием и сказала, что вот мне наконец-то удалось его уговорить, и в течение двух лет у нас мы живем в аду. Ему гадалка сказала, что он через два года умрет, и вот он на протяжении последнего времени... Классический вариант. Да, вот он лег на диване, все, я умираю, он отписал им квартиру, он оформил все бумаги, он действительно похудел, он стал здорово выпивать, у него прошло всякое желание к жене, как к женщине вообще, то есть он как трава, я умираю, и все. Ну и смотрите, один человек переживет это предсказание совершенно спокойно, и будет продолжать нормально, а другой войдет в этот механизм, он где срабатывает? Что-то в нас не то? Ну мы же в любом случае физическое тело, это все-таки автомат. Представляешь, сердце все время стучит само. Если ты не йог, то ты его не можешь ни замедлить, ни убыстрить. То есть ситуация, выброс каких-то адреналина, выброс каких-то других гормонов, он заставляет сердце работать в другом каком-то ритме, но ты это не контролируешь. Если, допустим, ты занозу какую-то обыкновенную получила, там обо что-то, то через некоторое время там будет нарыв, и эта заноза выйдет сама. То есть понятно, что там печень может немножко восстановиться, да, человек может жить там без 8 метров кишечника, ну да, это все понятно. Но легкие дышат сами, ты не заставляешь себя, ну-ка вдохни-выдохни, а ну-ка вдохни-выдохни. И действительно, это все-таки автоматическая система. И если есть психотерапия в той же, такая работа, допустим, вот как сделать так, чтобы ребенок пришел, он заикается. Доктор работает, ребенок перестает заикаться. Он что делает? Он его или испугает, или поставит ему программу. Когда-то Кашпировский говорил, что это там кодировка какая-то, да, то есть кто-то там установку вам дает. Как хотите это называйте, но организм действительно может принять программу на плюс или на минус. Почему как бы вот тот же храм, который когда-то давным-давно строился по сечениям, по полям, по всем правилам, по всем законам. Ведь мы живем на маленьком шарике планеты Земля, а вокруг нас звезды. И отменять в принципе рождественские чудеса точно не нам. И если в Италии есть камень, на который нельзя наступать, потому что он там дьявольский, да, и все его обходят. Если во Франции там приметы о том, что надо под каждым мостом сены целоваться, и люди со всей планеты приезжают целоваться, проезжая под мостами. То у нас вот на Руси именно вот этот вот период святочно-колядочный, он тоже такой волшебный. Но вот если знать традиции, можно тоже понять, что они четко разделяются на два лагеря, абсолютно два противоположных. Одна половина людей идет к храму, а вторая идет в баню. И одна половина ворожит, а другая спрашивает, как я буду жить или ставит себе правильные программы. То есть наши самые предки 200-300 лет назад, первое, вот если с психологической точки зрения смотреть, с малолетства, с 5 лет, учили деток на сопротивлении знакомиться с людьми. То есть они наряжали, давали полную жменью риса, зерна, конфет, всякий там хмель, давали чашку такую и рассказывали. Иди по домам, в каком-то доме тебе не откроют дверь, в каком-то доме тебе скажут грубое слово, в каком-то доме тебе дадут поезд. То есть вот как ты поступишь с деньгами, которые ты заработаешь, принесешь их домой, половину ли ты заначешь, не отдашь вообще, да? Как ты поступишь с конфетой, которую тебе дали? Вот по вот этому всему, то есть ребенок понимал то же самое, что сейчас на очень дорогих... Очень такие основные позиции жизненные, да, он проходил в это календовании. Очень легко, и из года в год это было, во-первых, это были традиции, во-вторых, это доброта, в-третьих, это пройтись на сопротивлении и страх публичных выступлений. То есть действительно... То есть ты же не просто приходишь в дом, да, ты должен или спеть, или станцевать, или что-то рассказать. Да, 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 ты должен проскочить через... Это такое самопродвижение. Перейти через порог и для чужого человека спеть песню. Из года в год, из века в век, это очень грамотная была политика. Но ведь та же ворожба, те же гадания, они же тоже из года в век. И самое интересное, что это намного древнее, чем христианская традиция. То есть это времена темного язычества, да, как мы говорим. Но это живые по сей день, то есть насколько крепкая, в общем-то. Вот здесь как понять, в чем разница между ворожбой, когда мы любимой там или суженой-ряженой покажись, и молитвой, когда мы хотим себе, любимым людям, близким людям добра, счастья, благополучия и так далее. Вот даже ты, Машенька, заблуждаешься. Суженый-ряженый покажись, это доброе гадание. Это как бы такой своеобразный прогноз. Вот если бы я это трактовала с позиции 21 века, это научная прогностика своего рода. То есть если ты пишешь бумажку и кладешь под подушку, ты ставишь себе добрую программу. То есть ты уже как-то у себя формируешь образ этого суженого-ряженого, да? Как учить та же самая психология. Ты придешь к специалисту, и вы будете делать то же самое, только немножко по-другому. А наши прабабки учили, я хочу там научиться скакать на коне, я хочу научиться вышивать там крестом, я хочу там научиться мариновать арбузы. Точно то, что сейчас советуют психотерапевты, мастера по тренингам экономическим и так далее. Вот смотри дальше, если сейчас просто в 21 веке попробовать, вот ребенок всего боится, да, вот он суеверный, он там не может общаться с детьми, не может там контактировать, у него нет своего слова, нет своего мнения, отведи его на детский тренинг, американский, дорогущий. Первое, что его заставят сделать на втором или на третьем занятии, поставят шведскую стенку и скажут, поднимайся там на пятую, шестую ступеньку и спиной прыгай оттуда. А мы тебя поймаем, вот да, вот прыгнуть. Вот это прыгнуть, то же самое, что пойти спеть святки-колядки, то же самое сопротивление, только мы это по-другому подаем. Так вот, смотри, вот это разделение на добро и зло, оно как было из века в век, и так же точно нам его не разделять. Вот у меня предки казаки, то есть я из Ростова-на-Дону, корни у меня, и там в любом случае любой человек знает, что можно зачитать там кровь, что в шапке надо отнести под квочку яйца, чтобы цыплята вылупились, что если ты посадил огурцы, значит, надо без нижнего белья в ночной рубашке перепрыгнуть семь раз через грядку, и они до поздней осени не будут сохнуть. То есть много вот таких примет, которые для нас нормальны. А святочные приметы какие? Да, и вот есть очень много добрых советов, которые, возможно, кому-то сегодня нужны очень. То есть вот, например, в святке обязательно каждый вечер должна свеча гореть на окне, для того, чтобы счастье знало, куда идти. Обязательно, чтобы счастье знало, куда идти. Рождественская свеча, она не обязательно должна стоять на столе, а вот на столе обязательно должна стоять солонка с солью все эти дни, с 7 по 19, потому что это как бы дань уважения всем предкам, которые умерли. Ведь если заходить глубоко в традиции, то святки, это как бы сейчас с нами рядом души умерших наших родственников. Именно поэтому в трех храмах поминали тех, кто ушел. Обязательно доставали, вот там такие были законы, что когда уже пошла фотография, там, по-моему, после прошлого века, с конца, уже такие коричневые, черно-белые были фотографии. Да, геротипы сначала, потом уже. Вот портреты, они продолжали висеть на стенах и были прямым выходом, да, из одного пространства в другое. А вот когда была фотография, их через некоторое время убирали между белыми листами, доставали в день рождения, поминальные дни и обязательно на святки. Вот ставили портрет, то есть вот они с нами, и как бы по ощущениям, и в жизни. Мы их вспоминаем скользим взглядом, рассказываем детям, вот был дедушка такой-то, была бабушка такая-то. И с года в год, несколько раз, вот я знаю, что есть такие традиции, вот когда письма с войны вот остаются у кого-то, вот когда внукам начинают передавать, вот 9 мая рассказывают о письмах, о деде. Вот это очень правильная традиция, такая же приблизительная, как была вот в святке, рассказывать о предках. Дальше, это далеко еще не все. Именно в этот период нужно было убирать в квартире, убирать дочиста, вылизывать. Именно в святке? Именно в святке. Крахмалить шторы, крахмалить все белое, вылизывать, вычищать все до мелочи. Книги, книжные шкафы, убирать все-все-все барахло, вот наколотую чашку, не жалея, вещи, которые вы не носили, не жалея выбрасывать. Причем елку выбрасывали после 13-го числа, и вот на эту елку можно набросать все старое и сжечь. Это считается, что оно уходит, и все время говорите, забирайте старое, давайте новое. Почему-то я думала, что это абсолютно европейские обычаи, выбрасывать старые вещи, избавляться. Нет, 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 у нас на Руси это было, причем можно же собрать духу помойки, вообще дань, то есть много-много пакетов, которые относятся прямо с такими словами. То есть чем больше выбросишь, тем больше нового числа придет в дом. Да, чем больше ты выбрасываешь хлама, тем больше придет в дом нового. Пусть, это даже может, опять же, 21 век, это может касаться просто элементарной косметики, которой у нас у всех очень много, у нас может лежать 4 туши, которым 3 года и мы не выбрасываем. Вот нормальным мужем можно просто налить себе чашечку кофе и сказать, давай так, 3 вещи выбрасываем, одну новую. Очень многие женщины идут на это, и это замечательно, у нас уходит, у нас все пространство забито ненужным. Так вот, почему посеяли-посевали? А самым-самым нерадивым им еще больше насыпали, чтобы даже та, которая не убрала, она все равно должна будет подмести, у нее нет варианта. Гость нашей студии, психотерапевт и писатель Наталья Толстая. Мы продолжим разговор о святках после короткой рекламы, оставайтесь с нами. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Дневной марафон продолжает свою работу. Мы говорим о суевериях и о святочной неделе. Гость нашей студии, писатель и психотерапевт Наталья Толстая. 651-07-91, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков и ваших вопросов. Также для вас работает электронный адрес редакции сваусобакова.кт.ру. Наталья, вы знаете, я хочу прочесть один вопрос от Ирины, жительницы района Леонозова. Ей 25 лет. Она прислала как раз свое обращение на наш электронный адрес. Последнюю неделю я практически не сплю. У меня тревога, что приснится что-нибудь враждебное. Вы можете посоветовать, как вернуть здоровый сон? Вот, пожалуйста, есть какие-то позитивные атрибуты святых? Человек сразу дает себе неправильную установку. То есть сразу, изначально, когда она укладывается в постель, во-первых, опять же, тоже с крестным знамением нужно в эти две недели. Веришь ты, не веришь. Но если ты боишься плохого, поставь образ какой-то возле себя. Я, например, психоаналитик, и я не могу не быть мистиком, но я истинно верующая и православная. И я очень хорошо понимаю, о чем она пишет. Во-первых, сейчас такой период, опять же, если сравнивать с световым днем. Вот то, что сейчас меняется, удлиняется этот световой день. Вот если сейчас посмотреть вообще на москвичей, то мы все очень плохо спим. Мы очень долго не засыпаем. Мы как медведи по цирку ходим по этой квартире, толкаемся из угла в угол, а потом утром не можем проснуться. То есть долго не могу уснуть, это немножечко не сюда. Просто так бояться в течение 19 дней того, что там что-то с тобой произойдет. Но это уже на думке, это уже нужно смотреть. Человека, может быть, у нее лично персональные какие-то страхи. А вот если нужен совет, то действительно можно положить под подушку желание. Действительно можно положить зеркало или ракушку. Опять, если хочешь, я тебе расскажу, я нашла кое-какие корни у этого. Ведь на Востоке древние китайцы считаются, что мы живем в высотных домах, и у нас все по полям. И если просто положить ракушку или зеркало, мы всю энергетику отдаем соседям. То есть если они ругаются или пьют там, ты отделяешь себя от них. Если ругаются или пьют там, ты тоже автоматически... А положить где? В любом месте? Вот кровать, зеркало вниз лицом и ракушку вниз лицом. Чтобы вот оттуда эта негативная энергия не... Да, но они же знали это, наши прабабушки, бог знает когда. Опять, они укладывали 4 яйца свежих по углам комнаты для того, чтобы за это время весь негатив, яйца забрали, их выбрасывали, ни в коем случае их не ели. Мне кажется, еще и очень серьезно срабатывало самое внутреннее желание хозяйки очистить свой дом. Очистить дом. Наверное, это самый главный двигатель всех этих... Действительно, если духи, самые добрые духи родственников, при этом вся нечисть, как считается, все одновременно находят здесь, то кто с кем общается, то есть те, которые идут в баню, идут выражать, вот хочу Васю, и пусть будет Вася, и вот она там парится этим веником, берет этот прутик, идет домой, она ничего хорошего не делает, она вот этой установкой ломает чью-то жизнь раз, и свою точно ломает, и своим детям. А вот та же самая женщина, которая идет и спрашивает, ведь была знающая женщина, то есть почему собирается, собирались вместе, во-первых, у мужчин была возможность отдохнуть, да, вот знающая, вот та же знахарка, да, зачем женщины собирались? Они журили того, кто неправильно себя ведет, они учили там-то и там-то, ему потрогать, такой групповой психоанализм, я так понимаю. Да, там-то и там-то его потрогай, там-то и там-то, вот сделай так-то и так-то, да, ты что? Учили, да. Выстраивание семейных отношений. Опять, рассказывали, показывали какие-то техники, там, в той же вышивке, да, или там, мережили, сидели в аренике. Если гаданием считать обыкновенные, элементарные, брошенные, вот теория вероятности, ведь были вареники с картошкой, с капустой, в которые вкладывали денежку, да, сахар, соль, перец. Вот можно разве бояться вареника с перцем? Нет. Но считается, что если тебя предупредили, значит, ты тоже защищена, значит, ты будешь осторожней. Если ты вытащила фасолину, она к беременности, значит, ты, если хочешь ребенка, значит, предохрани, значит, веди разумный образ жизни. А если ты не хочешь, ну да, если не хочешь, тогда веди разумный образ жизни и предохраняйся максимально. Вот и все. То есть, если там палочка какая-то или щепочка, это к новому жениху было. То есть, если ниточка, это к дальней дороге. И в лепиле, это в очень большом количестве было. А вещи сны, вот все-таки обращаясь к вопросу Ирины. Да, и с ней сейчас тоже вещи, действительно, они могут что-то приносить. А как не возноситься, вот увидел, что... Хорошо относиться, психоаналитики серьезнейшим образом относятся к нам и расшифровывают их. Лишь бы кому доверять нельзя, потому что тот, вот как гадалка, которая, как она скажет, так и будет. Не то, что она увидела, а как рассказала. Поэтому ищут людей позитивных, которые в позитив все выведут. Даже если она видит смерть, она может сказать тяжелая болезнь или смерть кого-то из родственников назад, допустим, да, при течение полутора лет. Она не скажет, в вашем доме кто-то умрет, если вы завтра ко мне не придете, то у вас умрут там все. Тоже установки, установки, та же самая кодировка. Почему к одним людям из года в год, к одним и тем же прогнозистам ходят, а к другим сходили, сказали, нет, я буду искать своего мастера. А самому можно как-то разобраться в своих снах? Безусловно. Или стоит доверять тем сонникам, которых неимоверное количество? Есть сонники, есть научные разработки. Это много тысячелетиями уже это собирается, да, информация. И уже собрана довольно большая такая база, которая практически всегда к одному и тому же снится. Уже не поймешь, где парапсихология, где психология. Уже она все перемещается. Получается какая-то пограничная сторона, нейтральная территория. А бывают абсолютно негативные сны, то есть с предупреждением? Да, они повторяются несколько раз, они дают знать, они дают знаки. Обычно человек, когда просыпается, он просто может не запомнить, что с плохим ощущением. Вот это плохое ощущение считается, что нужно... С плохим ощущением можем проснуться просто не выспавшись или просто... Нет, нет, это другое, это другое ощущение. Иногда просыпаешься, ты в слезах, иногда просыпаешься, ты кричишь, иногда ты устал, ты бежишь, да? И что, вот как это воспринимать? Воспринимать, идти к специалисту, который расшифрует тебе сон, лучше к специалисту образованному, а не лишь бы кому. Хотя во многих, там, чуть-чуть мкат отъедьте, и, мне кажется, любая вторая, там, третья женщина расшифрует тебе сон. И чаще всего... Лучше любого Фрейда. Да, лучше Фрейда, да. Я хотела сказать еще о добром. То есть сейчас очень важно, чтобы в доме пахло теплыми пирогами. Если есть возможность, научитесь печь пироги с рыбой, с мясом, блюми. Такой неотъемлемый атрибут. Да, но лучше всего пироги. И если не печете сами, хотя бы выпечку какую-то купить и обязательно разогреть. Считается, что от запаха теплого хлеба чистая сила убегает, не находя приюта. Не зря дети так любят, когда пекутся пироги в доме. Вот, видимо, этот запах, он, как и у нас с детства, да, как и у каждого человека, видимо, это какой-то запах чистоты семьи, домашнего. Он пахнет ладом в доме, да, в доме, чтобы было все хорошо. Опять, святки – это то время, когда люди, наконец, уделяли друг другу внимание. А ну-ка, жатва была, да, там, посевная, потом лето, потом собирали, потом устали. Ну, у нас выходные чуть раньше. И всегда Новый год, это был довольно большой период отдыха. Вот тогда они распределяли, сегодня мы идем к тем-то, завтра к тем-то, послезавтра к тем-то. Во-первых, было удобно, что столы накрывались не во всех домах, а распределялись продукты, да. Во-вторых, можно было повидаться. И именно в этот период родители дарили детям одежду, а крестные дарили обувь. Именно в этот период мирились те, кто поругался. То есть можно просто напечь пирогов, прийти к человеку, с которым ты, ну, плохо у вас, да, постучать в дверь, и вот ее решение надо. Ну, заходите, потому что люди пришли с добром, с улыбкой, да. То есть ты уже не можешь не ответить, иначе у тебя весь год будет... То есть это время на то, чтобы сделать максимально хорошего, да, урегулировать какие-то... Да, 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 мы не успеваем убрать, не успеваем перемириться, не дарим ничего своим детям, не вспоминаем крестным. И вот это неправильно. То есть гадание гаданию рознь. Можно спросить, а какой он будет, да, но ты каким-то образом себя ограничиваешь. То есть ты знаешь, что он будет черным, высоким, да, и старым, или там лысым. Ты уже не будешь смотреть на голубоглазых блондинов, это неправильно. Наташа, а почему вы сказали, что когда идет та самая ворожба, когда именно Васю, Петю, или там Катю, Олю, почему это наносит, может нанести, как вы говорите, такой вред и нам самим, и нашим близким? Ведь, казалось бы, можем навредить, но не себе, а именно этой Кате, Оле или Васе, Пете. Ничего не бывает случайно, ничего никуда не девается. То есть если ты что-то у кого-то берешь, ты должен это куда-то перенести и спрятать. Ты это не можешь на себе нести, да. Энергия, упорядочное движение заряженных частиц, куда и когда, как она куда девается, но она никуда деться не может. И поэтому любовные эманации были, есть и будут. Еще трое пало от этого коктейля, да, там, из-за Елены, из-за приворотного зелья. То есть если рассматривать Египет, там тоже было очень много всяческих вот таких обрядов. Да, действительно, существует, да, действительно, он может даже вернуться и сесть на диване, и смотреть в стену, просто вот как зомбированный человек идет, потому что, опять же, этот же самый автомат идет на какой-то программе. Ведь действительно можно войти в сон, действительно, действительно можно. То есть тебе приходится сталкиваться, я 16 лет. Только зачем вам это нужно? Это не нужно, потому что оно однажды, оно вернется. Вернется только к вам. Кто делал, тот и получает. 6107-91, телефон в нашу студию. Гость нашей программы, писатель и психотерапевт Наталья Толстая. Мы слушаем звонок. Добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Маша, у меня есть подружка. Она жутко суеверная, и постоянно перед тем, как пойти на экзамен, или даже вообще в университет за какой-то оценкой, все время кладет себе пятачок под пятку. Причем этот пятачок она очень долго искала. Обязательно нужно было, чтобы он совпал с годом ее рождения. Вот какие-то можно практические советы студентам дать? Или действительно те суеверия, которые направлены на учебу, они выполняются и действуют, и работают? И, кстати, я хотела спросить, вот когда училась ваш сегодняшний гость, вот она была суеверной, пятачок под пятку клала. Спасибо большое. Пятак у меня был, мне сказали... Спасибо за звонок. Спасибо за звоночек, хороший пятак лично у меня был. Я ходила даже в босоножках с пятаком, он у меня ускальзывал под самые пальцы на ножки, но я все равно всегда ходила с пятаком. Правда, я не своего года рождения, у меня был до 85-го года пятачок, потом уже в них добавили какой-то сплав, и они перестали работать. Но вот именно те пятаки, они и синяки лечили, и растяжение, и волшебные были, там много меди, видимо, было. Действительно, это та же самая программа. Ведь есть футболисты, которые в раздрызганных кроссовках играют только потому, что они ни разу не подводили. Ведь есть мужчины, которые не хотят расставаться с автомобилем, потому что она выручала сто раз и ни разу не ударила. Правильно, как и женщина. Да, вот суеверие с тем, что вот пока нет первого гола в воротах, но есть еще надежда, что его и не будет. Да, вот был уже первый гол, но все уже, да. Это установка, это правильно поставленная программа. Человек защищает себя и свою психику. Даже если мы знаем предмет, мы все равно начинаем, у нас срабатывает организм, и у нас частота сердечных сокращений увеличивается, дыхание, у нас потоотделение, мы отвлекаемся, мы становимся рассеянными. У некоторых даже медвежья болезнь случается, да. И сконцентрироваться, когда у тебя, ну, очень сложно. А когда ты идешь с какой-то вот такой фусечкой, вот да, вот ты идешь, как-то давно в китайском каком-то трактате прочитала о том, что иди на встречу в белых одеждах, и тебе точно не смогут отказать. Ведь это же тоже своеобразная установка, да. Цвет, вот поведение человека, как он заходит, он уверен в себе или он вот такой весь? Это очень важно для того, что тебя спрашивают. Вообще, наверное, вот вся атрибутика нашей жизни, которая сегодня как-то вот совершенно по-другому воспринимается, чем раньше, да, тем более уж на Востоке, когда каждый шов на одежде, каждый цветочек на чашке, каждый камушек в той же экибане имел свой колоссальный свой смысл. То есть это же все помощь, это помощь в сохранении вот этого энергетического баланса. Обувь ребенка, в которую он пошел, свадьбу, фату свою, да, то есть вот фату передавать из поколения в поколение, считалось, по крайней мере, там, на Северном Кавказе нельзя, материнскую дочери, потому что судьба забирала. А в Италии, наоборот, передавалась подвенечное платье. Вот, а у нас считается программа материнская, если мама чуть-чуть несчастливая в жизни, или там не очень хорошо живет с мужем, или там, ну, всякое бывает. Вот если не хочешь мамину судьбу, ни в коем случае ничего ее не бери. А я знаю, у меня есть две подруги, они занимаются таким текстилем, я сама, честно говоря, балуюсь этим. У меня есть дома картина, я ее делала больше восьми лет, потому что, ну, она довольно большая. Там у меня кожа от куртки, в которой я встречалась со своим супругом теперешним, да, вот, там какие-то очень удачливые мои колготки, в которых у меня все получалось. Фитиш-пейзаж. Да, и там розы, там сделаны специальные такие хвосты, там какой-то любимый лак для ногтей, который уже высох, и я бы там разболтала и писала по бакновенной простыне. Знаете, много творчества, я верю в то, что вот вещи могут сохранять силу. Те же талисманы, да, начиная с Египта, на любовь, на удачу, на здоровье, на деньги, делали что-то, что человек брал с собой. Просто так сказать, иди, все у тебя будет хорошо. Да кто-то такой так сказать, да, а сказать, вот смотри, вот эта штука тебе поможет, вот этот камень тебе поможет, потому что 600 лет он людям помогал. Человек идет, и у него... И у него есть вера в то, что действительно камень поможет. 651-07-91, телефон в нашу студию, мы слушаем звонок. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Да, очень приятно. Я слушаю вашу передачу, вот я хотела бы задать вопрос. Я как мама своего сына, да, у меня сын встречался с девушкой, и они разошлись. Так. И она, значит, вот угрожала, угрожала, потом сказала, что она ходила по бабкам и навела на него почву вплоть до смерти. Угу. На смерть. И вот я хотела бы задать вопрос, нужно ли ехать к знахарю, или можно как-то обойтись без этого? Угу. Спасибо, Валентина, за звонок. Хороший вопрос. Для того, чтобы... Если мальчика это беспокоит, и он боится, у нас сейчас есть такая ассоциация народных целителей России. Это довольно высокого уровня специалисты, причем очень много врачей, действительно, людей, которые знают, чем занимаются. И в этой ассоциации... Да, сейчас я скажу, в эту ассоциацию нужно прийти, и просто если есть какое-то экзотерическое вмешательство, замечательно, но лучше храма нет ничего. Считается, что в храме, вот эта вот входная дверь, вот там раньше лежала доска. И вот когда ты переступаешь через эту доску, наступаешь и заходишь в храм, то вот он тебя принимает со всей своей защитой. У нас действительно сейчас у хорошего-то не так уж много. Ну что там, у нас венчаются и крестят деток, да? А в основном кто-то в армии, у кого-то денег нет, кто-то болен. У нас на стенах как бы минуса, немножко даже, ну, минуса даже в перебор. Но это все держится с такой энергетикой храма, что если вы придете и действительно потолкуете с каким-то духовником, это будет самое грамотное решение. Ехать к знахарю, если это доминант, и человек все время об этом думает, и если минус информация уже до такой степени вошла в душу, значит, надо делать все, что угодно, только не оставлять на том уровне. Психоаналитику, к знахарю, к батюшке, ну, что-то делать нужно. Ну, наверное, что вот, во что готов верить ваш сын, да? Да, действительно, не насилуя дух, вот так. 651-07-91, телефон в нашей студии. Я напоминаю, что сегодня гость нашей программы, писатель и психотерапевт Наталья Толстая. Наташа, я тогда позволю себе еще один вопрос прочесть. Он, в общем-то, тоже немножечко имеет отношение к нашей теме. Кирилл Николаевич, житель района Марино-Роща, пишет такое послание. «Моя 18-летняя внучка увлеклась гаданиями на картах. Священники говорят, что это очень плохо, да и мне не по душе. Скажите, как мне ее убедить, что нельзя жить согласно тому, как ляжет карта?» А вот это хорошая тревога и хорошее письмо. На самом деле, вот мы с вами говорим и храм, и знахари, вроде такой божий дар с яичницей получается. То есть, в общем-то, церковь-то глубоко не советует ни знахари, ни целителей. Ну, если бы, наверное, Господь хотел бы, чтобы люди знали свое будущее, он бы дал всем, правильно? То, что есть прогностическая система, ТОРО, которой 78 карт и ЕВК. И даже есть такая психотерапевтическая методика. Да, там вообще даже совсем другая психология карт. Это просто картинки. Это то же самое, что можно бросать фантики или фасоль разноцветную, или картинки какие-то выкладывать. Не имеет значения. Человеку иногда нужно какое-то физическое действие. Просто слов недостаточно для того, чтобы тебе поверить. Он скорее поверит каким-то картам, чем человеку, который знает. Здесь видите как, я так понимаю, что дедушка переживает, что девочка, видимо, не столь часто посещает храм. Вот это ведомый человек, который доверился какому-то определенному лицу. И сейчас лицо может манипулировать ей в любом направлении. То есть, думаете, что здесь есть некий уже перекос? Перекос, конечно. Вот такие вещи нужно искоренять. И, наверное, найти того человека, которому она будет доверять. Просто так за шкирку привести ее к психоаналитику, ну, оставить, закрыть дверь. Но она сядет и скажет, я вам не верю, я не буду с вами говорить. И понадобится много работы для того, чтобы наконец настроить ее на какую-то волну. Может быть, поменять ей гадалку на более позитивную, такую, которую будет строить и говорить, иди, живи, не надо. Ну, может быть, дедушке как-то удастся не отрицать полностью? На сопротивлении, безусловно. До тех пор, пока он будет ей запрещать, она это будет делать. Не говорить, что это плохо. Потому что это с точностью, да, наоборот, будет действовать. А наоборот, может быть, поинтересоваться, сказать, а погадай-ка мне, давай посмотрим, что получается. Я думаю, что здесь она куда-то ходит, судя по тому, что он беспокоится, увлекается. И если сама, то это очень опасная вещь. Ведь действительно, только эти две недели храм хоть как-то закрывает глаза. И будьте любезны, если вы это делали, пойдите окунитесь 19 числа со всеми потрохами три раза в ледяную прорубь. А без подготовки-то как, это не рискованно? Ну как без подготовки? Или тогда не греши, тогда уже просто умойся и помой руки. Если уж ты понимаешь, что опять равновесие всего. После 19-го это тяжкий грех. А расскажите немножко, Наташа, еще буквально у нас минута остается, про уже само крещение. Вот что это? То есть я так понимаю, что это апогей, да? Да, да. С святочной недели. Да, да, да. Как к нему подготовиться? То есть за святочную неделю мы всячески постарались убрать все лишнее, все грязное из нашего дома. Накормились, помирились, да, помирились. Поставили свечку на окошко, чтобы счастье знало подойти. А еще перед самым крещением рекомендовали мылом на каждом окошке нарисовать крестик и на входной двери. И только после того, как уже отслужит, водосвятие пройдет, только после этого можно вытирать эти крестики мыльные. Еще были такие куколки-скандалки, то есть из таких же добрых каких-то вещей, допустим, из распашонки ребенка, который вырос, можно, вот, квадратная тряпочка была, тоже укладывали вату и заворачивали вот такой ниткой. Не рисовали ни глаз, ни носа. И вот этой вот по всем вертикальным поверхностям, вот этой скандалкой проходили, чтобы в доме не было скандалов. И выбрасывали, не жили. То есть скандалка сделана из абсолютно каких-то добрых, светлых вещей, да, храдящих? Да, да, вот жалко эту тряпочку выбросить. Вот как бы вызгут святой водой, да? Да, ты выбрасываешь ее только после того, как собрала весь скандал, и выбрасываешь вместе с ним. И все-таки выбросить ее, да, с этим всем скандалом. Вот даже если жалко, все равно выбросить. Забирай скандалы все из дома. Очень хорошо помогает. Наталья, а вы на себя ощущали действия вот этих примет? У меня мама, акушер-гинеколог, 40 лет. Она может взять метлу и разогнать тучи. Я не могу не верить в то, что весна будет. То есть вот такая парадоксальная связь, да, казалось бы, мистики и абсолютной науки. Да, да, это нормально. Весна будет. Приливы и отливы будут независимо от нашего настроения. Но просто как была извечная вот эта разнонаправленность. Любите. Пусть будет потом больно, но не останавливайте себя. Дарите, миритесь. Это как раз тот период, когда можно вычистить дом и попробовать сделать так, чтобы домой хотелось идти. Ну, действительно, все сейчас какие-то вот неигручие. Это как раз то время, когда мы можем вспомнить детство. Когда мы можем нарядиться, надеть кокошники, да просто повеселиться. Главное, чтобы это не было направлено во зло кому-либо, а было действительно заряжено абсолютно позитивным желанием, чтобы везде царил мир, любовь, счастье. И, в общем, самые прекрасные вещи, которые тоже могут быть. Если какие-то внешние атрибуты будут в этом помогать, то, наверное, ничего в этом дурного нет, потому что нет ни одной культуры, ни одной страны, ни одной части света, которая бы так или иначе не использовала внешнюю атрибутику для того, чтобы бороться со злом. Все будет хорошо, если Бог в сердце и трудовые руки. Вот и все. Делайте. Любите друг друга с праздником. Гостем нашей студии сегодня была психотерапевт, писатель Наталья Толстая. Спасибо за участие в программе. Удачных вам святок и дальнейших праздников. А главное, работа, поскольку у вас ее много, и, в общем-то, мне кажется, она очень-очень нужна. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Ваши вопросы, предложения, пожелания мы ждем на электронный адрес нашей редакции svausobakov.ru Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся и желаем всего самого хорошего. До встречи.